Друзья, всем привет! С вами Чепелев Александр. И сегодня, друзья, мы с вами приготовим две быстрые, вкусные и очень мощные закуски. Для начала, друзья, нам нужно подготовить хлеб. Вам нужно будет нарезать несколько кусочков. Смотрите по себе, какой размер вам больше нравится. Я делаю вот такой, где-то примерно полтора-один сантиметр. Я нарезаю много брускет, потому что очень много ребят хотят поесть прекрасные, вкусные итальянские бутерброды. Так, это нам не нужно, убираем. Берем оливковое масло, немного поливаем, чтобы при нагревании ваши брускеты не засохли и внутри они стали мягкие, а сверху получилась хрустящая корочка. Добавляем немного соли и перца. Пока запекается чабата, мы замаринуем молодую моцареллу. Берем небольшое количество оливок, придавливаем их ножом. Заранее подготовьте какую-нибудь посуду. У меня вот такая банка. Всю начинку и все ингредиенты мы добавляем в эту банку. Отправляем сыр без рассола. Просто если вы заранее его откроете, держите его в рассоле, иначе он засохнет и он будет невкусный. Добавили свежий тимьян. Дальше отправляем базилик. А для любителей острого я вам советую добавить чили перец. Здесь все чили перец едят, а то вы будете есть, потом скажите. Без семян. Разрезаем его вот таким вот образом вдоль. Самое важное, что когда вы нарезаете перец, не чешите глаза. Ну вообще не чешите. И очень мелко. Если не любите чили перец, добавьте болгарский перец. Он тоже даст свой вкус. Когда все ингредиенты у вас в банке, заливаем это большим количеством оливкового масла. Оливковое масло объединит вкусы и сыр пропитается ароматами. Нам осталось только это перемешать. Перемешали ингредиенты, закрывая банку, убираем на 2-3 часа в холодильник. И только после этого можно есть эту прекрасную моцареллу. Маринуется моцарелла. Брускеты запекаются. Пока все это делается, мы с вами подготовим маринованные томаты черри для второй закуски. Надрезаем томаты черри крест-накрест, но не до конца. И так со всеми томатами черри. Берем разный цвет. У нас вот красный-желтый. Можно использовать любые, которые вы найдете на рынке. Переложили томаты черри в другую побольше тару. И заливаем кипятком. Подождали пару минут. Достаем помидор. И снимаем кожу. Вот так. Должны быть очищенные томаты черри. Все, которые у вас лежат в кипятке. Теперь нам осталось очищенные томаты черри замариновать. Чеснок нарезаем кольцами. Сразу чеснок отправляем к томатам. Всю зелень нарезаем очень мелко. Зелень можете использовать любую другую, которая вам нравится. Но петрушка с зеленым луком хорошо гармонирует с томатами. Вы получите приятный, яркий вкус. Я добавлю половину чили-перца. Все ингредиенты мы заливаем оливковым маслом. И самый важный ингредиент для нашего маринада это сухое белое. Вино белое подчеркнет вкус томатов. И с каждым часом ваши томаты будут становиться вкуснее и вкуснее. Для пикантности я добавляю опять смесь пяти перцев. И конечно же соль. Самое важное все это аккуратно перемешивать. Зато смотрите какая картинка. Они уже аппетитные. Так можно делать и с обычными томатами. Томаты черри замариновали. Приступаем к самому главному крему из базилика. Да, базилика. Даем томатам черри час помариноваться. Пока за это время мы приготовим крем из базилика. Мы отправляем весь крем-чиз. Сразу отправляем сливки. Листья базилика. Еще немного листьев. Нам нужно, чтобы наш крем насыщен был вкусом базилика. Правильно стало? Небольшое количество соли. Перец нам в этом креме не нужен. Берем погружной блендер. Самое главное долго не сбивайте, чтобы сливки у вас не превратились уже в такую массу творожную. Нам нужна, чтобы текстура была прям идеальная. Теперь обязательно, обязательно, друзья, вам нужно это попробовать. Потому что это безумно вкусно. А теперь, друзья, разрешаю вам творить. Вы можете нарезать розовый томат кольцами либо дольками. Я нарежу дольками. Я люблю, чтобы помидор прям чувствовался в брускете. Чуть-чуть присыпьте томаты перцем. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть поливаем оливковым маслом. Вот так вот. Я отправляюсь за брускетами. Настало время. Маринованный сыр. Хрустящую брускету я принес. Выкладываем кусочки подсушенной чиабатты. Подавать это блюдо лучше, когда ваши гости уже за столом. Заранее это не делайте. Хлеб обмякнет и не будет этого хруста, кайфа. На каждую брускету выкладываем несколько веточек руколы. Руколу можете тоже выбирать любую. Я люблю вот такую большую, хрустящую. Если нашли в магазине более молодую, ничего страшного. Помыли ее, просушили и разложили. Вместо руколы вы можете использовать базилик, конечно, если вам рукола не нравится. После руколы мы выкладываем томаты. Выкладываем все это хаотично. Не старайтесь это сделать идеально ровно. Не надо там выкладывать на брускетте салат ромашку. Если же вы до этого нарезали кольцами помидорки, ну логично, да? Просто по одному колечку помидора и руколу уже только на помидор. Вскрываем прекрасный наш молодой сыр моцарелла. Смотрите, аккуратненько по три-две штучки на брускетту. Этого будет достаточно. Видите, я прям поливаю оливковым маслом, который вот остается. Только когда я беру сыр, это даже вообще брускетту не испортит ни разу. Я еще набираю небольшое количество оливок, отправляю это на брускетты. И осталось украсить брускетты листьями базилика. Брускеты наши готовы, осталось подать крем из базилика с маринованными томатами черри. Вот так вот хаотично выкладываем крем. Мы же на всех делаем, правильно? Размазывали. Вот так. Прям не переживайте, да. Всю картинку сделают вот эти прекраснейшие маринованные томаты. Перемешиваем обязательно, потому что вино у нас на дно опускается. Все перемешали. Кто-нибудь хочет понюхать? Это просто бомба. И прям с маринадом, как и до этого, да, мы раскладываем томаты. Накидывайте побольше помидор, потому что помидоры съедят в первую же секунду, когда ваши гости сядут за стол. А это убираем на кухню куда-нибудь в потайное место и туда же добавляем новые томаты черри. Для подачи этой закуски я использую тимьян. Листья тимьяна посыпаем и пару веточек рукавы не испортят. И щепотка перца не повредит. Ну что, друзья, две закуски наши готовы. Легкие, простые, вкусные, а самое главное красивые. На праздничный стол это самое то. Желаю вам не останавливаться. Экспериментируйте, смотрите наше шоу. Всем удачи, всем пока и приятного вам аппетита!